Винницкая правозащитная группа вынуждена предать гласности о шокирующее видео о заключенных Мариупольской женской исправительной колонии номер 107 Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний. Более 600 осужденных и персонал колонии в 40-градусную жару оказались в воде. Ситуация угрожает массовыми протестами заключенных, распространением эпидемии кишечных заболеваний, как среди осужденных, так и среди персонала колонии. Женщины вынуждены с 4 часов утра занимать очередь к двум кранам, единственным источникам питьевой воды, подающейся под небольшим напором. При этом вода в течение последних трех месяцев подается в колонию по несколько часов в день. Бывает такое, что вообще воды нет, если идем без води, бочки пустят постоянно, покупаться нечем, зона вообще без води стоит. В 11 ночи мы набираем воду, все на всего полчаса, потому что нема, все отключают ей постоянно. Утром, если встанешь 4 часа утра, наберешь воду, если не встанешь, води не наберешь. Да, почасово дают воду, мы женки, мы же не то что, купаться надо, и подмиться, и помиться надо, и покупаться. Он сейчас 35-я смена на работе, приедут, воды нет, нет, чем девочкам купаться, где брать воду, как ее набрать, как ее отключают постоянно. Когда нас приходим, у нас практически воды нет, целый день воды нет. Как это, да, как это, женский лагерь, нет воды. Это просто невыносимо. Это воды заготовлено на 70 человек, которые в бараке, вот, 70 человек людей в бараке, это воды, столько заготовлено. И как людям жить, как выживать? Воду дают в 15 минут 11 вечера, а в 11 ее уже нет. Что, где что, с чего начинать, или мыться, или купаться, или стираться, или даже попить, одно, что-то надо одно выбирать. И как это, ну, воду, поделить ее, это полистрия на человека получается, или как? Это все мошевая. Это предназначено, чтобы люди купались, споласкивались. А чем купаться, вот, одни пустые тарочки стоят, одни пустые тасы. Нет воды. И уже на протяжении трех месяцев здесь нет воды, в этих умывальниках. На улице, конечно, есть. Иногда струйка тоненькая, тоненькая. Вот, и с полчетвертого утра до полшестого утра, потом в течение дня ее нет. И начинает лететь где-то в 15 минут 11, и без 15, 11, около 11 вечера ее уже нет. Нет, спальное помещение, где проживают 70 осужденных, тоже, которое нужно убирать. Опять же, убирать его нечем. Хотя бы три раза в день нужно делать влажную уборку. Это туалет, это умывальная комната, душевые, пустая тара, запахи, конечно. Туалеты не промываются, потому что нет воды. Систематически причем. До отделения вообще вода не доходит. На кранах есть, на улице, на низу, на колонке, есть вода. Опять же, 2-3 часа в день. С таким набором, как она идет, можно за час набрать 10 лет, а не более. Тогда вода так идет. С туалет измывают, на питьевые бочки набирают, вещаток. Вся швейка спускается к нашу подвал. За водой. Что такое здесь? По вот этой лестнице осужденные каждый день. Первая, вторая смена спускаются для того, чтобы набрать воды. И то, это получается крайне редко, потому что вода бежит очень тонико-струечкой. Не все, да. Крайне редко. Да, вот эта лестница, как говорить, достаточно тяжелая. В это жаркое время. Сегодня у нас очень удачный день. С утра была чуть-чуть вода, и сейчас мы застали, у нас есть чуть-чуть. Утром была где-то часиком, начало седьмого дали, и сейчас вот совсем недавно дали воду. Вот, потому что набирают шести отрядов, только первый отряд. А очередь заняли. Шесть отрядов. И в каждом отряде 70 человек, и каждому надо набрать хотя бы попить, две бутылочки. И в тазик хотя бы помыться вечером. Сейчас вода пошла. Сделать день воды не было. Вот это называете, пошла? Ну, это для нас, да. Это для нас она пошла, потому что вообще ей не бывает. Женская исправительная колония расположена в Ильичевском районе. Ситуация с водой там такая же, как и во всем районе. Вода подается оттуда. Однако есть перебои, особенно в такое экстремальное время, как лето в Мариуполе. В этом году лето настолько жаркое, что даже увеличение объема воды не решает в полной мере вопрос водоснабжения колонии. То есть вода вот там отсутствует ночью с 24 часов до 4 утра. Вот в остальное время она присутствует на территории колонии. Но бывают перебои из-за того, что колония снабжается не отдельным водоводом, а берет из общих сетей Ильичевского района. А общие сети Ильичевского района требуют очень часто ремонта. Для того, чтобы ремонтировать, надо останавливать водовод. А при остановке попадает под отключение и женская колония. Встречались с сотрудниками женской справительной колонии. Вопрос был один. Улучшение водоснабжения колонии. Было принято решение установить повысительный насос без строительства резервуара, а прямо из сети. Выполнить новый ввод, уложить новый трубопровод, установить повысительный насос и таким образом соединить вот эту всю конструкцию с внутренними сетями колоний. Но, к сожалению, в связи с тем, что финансовое положение предприятия сейчас нехти хорошее, насос мы не приобрели до указанного срока, поэтому работы эти не были выполнены. После того, как оно поступит, мы начнем выполнять работу. Все остальные материалы закуплены. И работу по установке насоса мы планируем выполнить до 25 августа текущего года. В настоящий момент в колонии есть вода с необходимым давлением, согласно с ней 0,5 атмосфера. Просто я живу в Ильичевском районе, вернее, жива. Я знаю, что у нас водичка всегда была. А здесь мы просто страдаем. Нас никто здесь за людей не считает, получается. Гор водоканал. В таких условиях женщин содержать нельзя вообще. Право на качественную питьевую воду – неотъемлемое право человека. Оно не зависит от того, является ли человек осужденным или нет. Нарушение санитарных норм содержания женщин в Приазовской исправительной колонии номер 107, по мнению Винницкой правозащитной группы, представляет собой жестокое и бесчеловечное обращение как в отношении осужденных, так и сотрудников колонии. Продолжение следует...